Аллилуйя, я здесь. Хорошо, да, это самое главное. В общем-то, немного о том, почему мы здесь собрались, надо, наверное, рассказать нашим зрителям в том числе, вот вообще, что за проблема была, что была за история с этим, к и с чему она пришла, и какое участие вы приняли в этом? Значит, 30 сентября 2019 года, в прошлом году, правительство Башкирии внесло изменение в свое постановление еще там 2018 года, где написало, что при оплате в отопительный сезон, при начислении платы по домам, у которых нет счетчиков, то есть при платежах по нормативам, использовать соотношение месяцев календарного года к месяцам отопительного периода, как 12 с восьмым, и, соответственно, норматив увеличился в полтора раза, то есть 12 поделили на 8, получилось полтора. Вот. Я сейчас подробно, то есть текстовку не помню, но смысл примерно такой. То есть основная суть в том, что в прошлом году, ну вообще, да, что в этом интересного, в прошлом году отопительный сезон начался 23 сентября 2019 года, как минимум по городу Уфе. И еще в течение, получается, недели никто в правительстве не знал, как начислять плату по отоплению в этом году, потому что мы с прошлого года все перешли на новую форму оплаты по отоплению, когда нам стали начислять его не так, как раньше, 12 месяцев равными платежами, а стали начислять только в отопительный сезон. Вот. И эта плата, она, соответственно, формирует, ну есть два варианта оплаты, то есть чтобы для зрителя там пообъяснить популярно. То есть либо оплата по показаниям прибора учета общедомового, который где-то в подвале стоит, который там делится пропорционально и прочее, либо, если этого счетчика нету, вот жители платят за отопление по нормативу. Значит, нормативы, которыми мы пользуемся сейчас и которые были там в прошлом году, они были установлены постановлением Госкомитета по тарифам еще в 2012 года. Это довольно старые древние нормативы, которые, насколько я понимаю, ответа вот официального нет, мы отправили, но, как говорят все чиновники, они были рассчитаны на оплату вытопительный сезон. То есть вот я просто в цифры, да, приведу, чтобы не 0-0, там, 194, да, там, непонимание, а вот, грубо говоря, усредненная квартира, в которой нет прибора учета, раньше, до сентября 2019 года, она платила равными суммами, там, по тысячу рублей в месяц. Это вот весь год она платила, там, по тысячу рублей. И так как оставались эти старые нормативы, наше правительство вот внесло такое изменение и посчитало, да, что раз мы теперь платим не 12 месяцев за отопление, а всего 8 месяцев, то давайте мы вот эти нормативы увеличим в полтора раза. Ну, то есть, я говорю, 12 поделили на 8, и вот это они прописали. И, то есть, получается, та же самая условная квартира без прибора учета общедомового, она теперь стала платить полторы тысячи в месяц, одна и та же сумма, но уже 8 месяцев. И государство говорит о том, что у вас же плата в годовом осуществлении не изменилась, то есть, если вы раньше по тысяче рублей платили 12 месяцев, и того за год 12 тысяч, то сейчас вы платите полторы тысячи в месяц, но 8 месяцев, да, и полторы на 8 получается те же самые 12 тысяч. Вот. Проблема здесь какая возникла? Ну, их тут несколько постепенно, да, буду говорить. Наше правительство не имело полномочий на то, чтобы, ну, вот в своем постановлении написать, что давайте мы теперь будем применять коэффициент полтора, вот этот повышающий коэффициент. То есть, федерация, ну, Российская федерация, она регионам таких полномочий не давала, потому что плата за отопление, она регулируется там федеральным законодательством. Вот. И потом, когда активисты там СтопБашРТС, вот в частности там Владимир Наумкин, он этим там занимался, там долго разбирался, и дошел до того, чтобы прокуратура внесла протест на то, что вот правительство Башкирии этот коэффициент применило незаконно. Вот. И, соответственно, вот его отменили с января 2021 года. То есть сейчас пока он действует, но там через две недели будет что-то, что мы пока не знаем, об этом чуть позже. Вот. И, ну, то есть мы сейчас вот на текущий момент, вот 16 декабря, мы в такой патовой ситуации, да, то есть мы как потребители понимаем, что тот коэффициент, те нормативы применялись там не совсем правильно, а какие будут применяться, мы пока не знаем, потому что чиновники об этом, ну, официально по камере не заявляют. Вот Баш РТС недавно на своих квитанциях начал писать, что будет, оказывается, применяться другой норматив, но, как минимум, я пояснения от органов государственной власти никаких не видел. Вот. В чем здесь еще есть такая загвоздка? Вот, помните, я говорил про норматив, который был в 2012 году установлен, и который там перевели там вот с этим коэффициентом. Однако у нас есть в Башкирии, установленный Госкомитетом по тарифам, нормативы для отопления, которые должны применяться в отопительный сезон. Они были установлены постановлением Госкомитета по тарифам 2016 года. То есть это четкие нормативы с какими-то там новыми формулами рассчитанные, которые должны применяться именно при оплате отопления в отопительный сезон. Поэтому первый вопрос, на который пока нет ответа, и вот у нас там на прошлой неделе была передача там на телевидении, я замминистра задавал вопрос, и в СПЧ мы там собирались, там был зампредседателя Госкомитета по тарифам. Вопрос простой. Почему вы не использовали новые нормативы, которые специально для этого разработаны, а пошли там сложным путем, оставили старые, но там как-то их каким-то образом увеличили? Значит, они объясняют это следующим образом. Нормативы 2016 года, они сильно, значительно отличаются от нормативы 2012 года в сторону увеличения. Ну вот если я, помните, говорил там, пример про тысячу рублей, то есть условно квартира в малоэтажном доме, если раньше платила там по тысяче рублей, то по новым нормативам, даже применяя их там только к восьми месяцев, она бы платила вдруг две тысячи рублей. И две тысячи, ну это цифры условные, да, то есть чтобы просто, я говорю, запятыми не путать никого. И получается две тысячи, если мы умножим на восемь месяцев топительного сезона, то получается шестнадцать тысяч. То есть раньше было двенадцать вроде, даже если там полуторный коэффициент, да, мы какой-то там имеем в виду, а стало вдруг шестнадцать. Вот, и правительство, чиновники объясняют, что у нас эти нормативы, у нас, в смысле, в Башкирии, шестнадцатого года, они вот слишком большие, и мы такие хорошие, да, решили их не применять, потому что жители бы тогда платили больше. И мы там к старым нормативам применили этот коэффициент. Однако здесь следующий вопрос. Эти нормативы были приняты в 2016 году. Вы куда четыре года, да, мы три года смотрели, то есть не понимали, что они там вдруг слишком большие стали, да, то есть они увеличились, ну, действительно, там, вот сейчас гуляют везде там по интернету цифры, там, от сорока там до семидесяти процентов нормативы увеличились, но это увеличение даже с учетом повышения старых нормативов в полтора, да, то есть вот если старый норматив мы возьмем тысячу рублей, новый, например, две тысячи рублей. Ну, это я не про нормативы говорю, а про итоговую сумму, да, там, запятыми, я говорю, там, никого не будем путать, никто их не прочитает никогда. И получается, как вдруг у вас норматив увеличился, ну, на такие большие цифры, да, то есть мы, если логически понимаем, что в 2012 году были там дома, в 2016 году они остались там теми же самыми домами, при том, что вот это увеличение, ну, опять-таки, по данным Госкомитета по тарифам, оно в основном касается только малоэтажных домов, там, одно-, двух- и трехэтажных, то есть для пятиэтажек они даже стали меньше, чем сейчас. Вот, и поэтому, ну, логически, да, мы, я, как минимум, как потребитель, я пытаюсь понять, ну, хорошо, раньше я за месяц, 12 месяцев платил по 1000 рублей, и того 12 тысяч в год, то есть норматив условный, переведя его в рубли, стоил там 1000 рублей, вот, плата, да, составляла 1000 рублей. Потом вдруг мы теперь платим не 12 месяцев, а 8. Окей, да, ну, опять логически размышляя, норматив пускай увеличится там в полтора раза, да, то есть вместо 1000 он станет полторы тысячи. Но почему он вдруг стал не 1000, а 2000 рублей? Почему он так сильно увеличился? На это ответа нет. Дальше задается следующий вопрос. Эти нормативы 2016 года, которые были специально рассчитаны для оплаты в отопительный сезон, они были установлены расчетным способом. Что это такое? Есть два варианта установки и разработки нормативов. Аналоговый способ и расчетный способ. Чем они отличаются? Аналоговый способ – это когда берется, ну, я вот очень упрощенно попробую сказать, берется условно там 10 домов одинаковых, там, 2-этажные дома, одинаковые там по конструктивным особенностям, у которых стоят счетчики, уже общедомовые счетчики стоят. Вот анализируется там календарный год, берется потребление этих счетчиков в каждом доме этих счетчиков и выводится какая-то усредненная цифра. То есть один дом потребил, например, 500 гигакалорий за год, второй там 480, ну, опять цифры условные, и вот этим аналоговым способом получаем некий норматив, потом который переводят-переводят, и его ретранслирует, этот установленный норматив, на все остальные дома, в которых счетчиков нет. Вот. И этот способ установки норматива аналоговый, он самый разумный, самый верный и самый правильный с точки зрения даже законодательства. То есть 306-е постановление правительства так и написано, что необходимо использовать этот способ, и все остальные варианты установления норматива, они должны работать, если только нет аналогового способа. А в 2016 году, ну, у меня нет такой статистики, я все-таки хочу ее получить, есть большое количество домов, и даже сейчас, да, если мы говорим про 2019, про 2020 год, есть большое количество домов, где эти приборы что-то стоят. Даже вот буквально недавно, там, на прошлой неделе, по-моему, мы ПУИС писали, что из 1300 домов, всего там 300 домов, по-моему, там неоприборено. Ну, я опять цифры не помню. Ну, то есть, условно там 70-80% домов у нас есть с приборами учета. Поэтому вопрос следующий Госкомитета по тарифам. Почему при установке норматива они не брали вот эти данные, а делали некий расчетный способ, который, опять-таки, непонятно как сделан, непонятно как они считали. Ну, то есть, этих данных нет, скажем, в открытом доступе, и отсутствие информации, и отсутствие пояснений со стороны, там, госорганов, оно, естественно, создает некий вакуум, да, информационный, который забивает, ну, все остальные люди, которые пытаются хотя бы с чем-то разобраться. Вот. И, соответственно, так как нет никаких пояснений, вот люди стоят на ушах, да, и не понимают, почему произошло одно, почему произошло второе, что делать дальше. Следующее. Могите, вот секунду буквально. Есть вообще понимание, как вот этот расчетный способ осуществляет, как это работает? Да, понимание-то, оно написано в 306-м постановлении правительства, то есть, оно там, ну, довольно четко, там есть формулы, и все остальное, то есть, как и должно считаться. Вопрос в том, что, вот лично я не знаю, как это было установлено, и никто не говорит, как это было установлено. И, с моей точки зрения, чиновникам, госкомитета по тарифам, или министерству ЖКХ, необходимо выйти и сказать, вот этот норматив 2016-го года был установлен таким-то образом. Давайте мы посмотрим, все вместе, не знаю, соберем общественных каких-то там организаций, соберем каких-то активистов, и покажем вам. Ребята, вот мы посчитали, вот мы считаем так, да, давайте задавайте свои вопросы. Но пока этого нет, то есть, мы вот сидим в догадках и непониманиях. Смотрите, что дальше. Сейчас вот это постановление правительства, на которое прокуратура внесла протест, оно отменяется с января 2021 года. Какой норматив будет считать, никто не знает. То есть, вот что будет происходить с января, никто пока не рассказывает. Повторюсь, да, если будет применяться норматив 2016-го года, а не 2012-го, ну, то действительно это там приведет к увеличению платы, что, конечно, там не хотелось бы и очень негативно скажется. И вот вопрос к установлению тарифа, то есть, его, я теоретически предполагаю, что еще можно там напрячься, постараться как-то внести в него изменения, посчитать аналоговым способом. Но я пока подвижек со стороны государства в этом направлении не вижу. Вот. Более того, во всех домах по России, по Башкирии с января 2021 года счетчики должны стоять. Эта обязанность была сначала собственников, а если они не захотели, то обязанность ресурсников прийти в эти дома, поставить счетчики. То есть, теоретически мы вообще с января не должны разговаривать о том, что кому-то считается по нормативу. Но только в случаях, если вдруг счетчики там не сломались, не вышли из строя. Опять-таки, по программе энергоэффективности, которая постановление правительства Башкирии было там летом этого года, могу ошибиться, но около 5,5 тысяч домов по Башкирии не оприборены. То есть, это большая проблема, и почему не исполняется федеральное законное энергосбережение, тоже вопрос, на который не отвечают. Ну вот, немножко сумбурно, может быть, в кучу наплел, но вот в общих чертах кратко примерно так. Давайте попробуем восстановить тот момент, когда конкретно как активист вы с этой темой споткнулись, и как вы пытались сопротивляться тому, что происходит? Я столкнулся после того, когда Владимир Наумкин, периодически мы с ним общаемся, то есть, он обращается в нашу общественную организацию, и вот он сбросил это письмо, что да, ура, прокуратура внесла протест, этот норматив отменили. Не норматив, а вот этот коэффициент повышающий. Ну, то есть, после этого мы там разместили, после этого начался там, ну, большая шумиха в СМИ, и мы, как общественная организация, которая, одна из основных наших целей, это информационная работа, разъяснительная такая, просветительская деятельность, с которой мы людям просто объясняем, что происходит простым человеческим языком. И мы, соответственно, в этот момент тоже подключились, стали выяснять, разбираться, почему произошло. Изначально думали, что там те старые нормативы даже до 19-го года, до сентября, их там тоже неправильно начисляли, но я повторюсь, мы вот в, наверное, в конце ноября или в начале декабря запрос в Госкомитет отправили по тарифам, пока ответа нет. То есть, когда мы стараемся объяснять, мы ссажаемся на те нормы законодательства, которые у нас существуют, ну, и на ответы чиновников. Поэтому вот сейчас, ну, то есть, вот, все, что происходит, нам, ну, там, к сожалению или к счастью, приходится заполнять вакуум, который создали наши чиновники, не объясняя ситуацию. Повторюсь, да, там, мы их приглашали на соседание в СПЧ и задавали вот те же самые вопросы, которые сейчас я вам задаю, и другие люди задавали. Ответа нет. На... Мы тоже спрашиваем, то есть, почему это произошло, почему вы там считаете другими способами, нормативы, что будет с января, ответов нет. То есть, ну, а что делать людям, то есть, что делать нам? Мы пытаемся, как минимум, просто объяснить, что происходит, и пытаемся, скажем, подготовить людей к тому, что что-то изменится в будущем, но мы не знаем, что изменится. Я знаю, что вот депутат Курлтая, не помню, как зовут, прости, там, Сергей Хафизов, по-моему, Рустам Хафизов с головы вылетел, то есть, он тоже направил запрос для того, чтобы ему, как депутату, в течение 15 дней дали ответ. Но вот опять-таки, повторюсь, пока ответа нет. И я предполагаю, что сейчас в министерстве ЖКХ или там в госпомитете по тарифам какая-то суета идет о том, что, ну, они там думают, да, что сделать, то есть, и как людям объяснить. Но пока объяснений никаких нет. и это на самом деле самая большая проблема в сфере ЖКХ, да, о которой я тоже там говорю безустанно, потому что пока не будут людям объяснять, что происходит, готовить их к каким-то изменениям, заранее объяснять эти изменения, то есть, у нас эти непонятности, так они и будут продолжаться. А они вообще какие-то дают там сроки или обещания там вот мы когда-то там придем и вам объясним или вообще что-то? Ну, я не слышал, например. Я же говорю, вот только за последнюю неделю, лично встречаясь там два, по-моему, или три раза на эти вопросы ответов не поступило. А вот такой вопрос, когда вся вот эта история началась, тем, что не существует некий коэффициент, который повышает привычную стоимость услуг. Вообще, ну, что для того, что можно там перерасчет период, когда этот коэффициент существовал? Что-то вы пропали, я вот половину вопроса не расслышал. Обсуждался ли вопрос перерасчета вот за период, когда этот коэффициент существовал? Вопрос ставился и на заседании там в СПЧ конкретно прокуратуре задавался вопрос, будут ли они инициировать возврат этих денег? Прокуратура сказала нет. Опять-таки, я предполагаю, что госорганы, чиновники, они, несмотря на то, что превысили, скажем, полномочия и изменили этот коэффициент неправильно, в то же время в правилах, ну, в федеральных правилах там оно прописано, как это должно делаться, вот, поэтому я сейчас не готов там за них что-то отвечать и комментировать, вот пусть они сами скажут, да, там, как это было, но я предполагаю, что никто никаких перерасчетов делать не будет, вот, как с этим разбираться, ну, вот, я говорю, мы, например, с Владимиром общаемся, да, то есть какие-то, скажем, мысли там и планы некие там строим, но вот все будет зависеть от того, как мы, ну, юридически это все обложим документально, да, и тогда будем понимать, имеет ли смысл говорить о том, что должны быть сделаны перерасчеты или нет, пока я не могу об этом сказать. Потому что время уже подступает для каких-то новых решений, и для меня просто непонятно, то есть, как такое может быть, что нету никакого понимания того, что нас вообще ждет, то есть буквально они хотя бы говорят примерно там, что они какие-то работки ведут, вот хоть что-то такое. Ну, вы просто еще человек достаточно молодой и не привыкли, наверное, к работе в сфере ЖКХ, на самом деле очень часто по жилищным вопросам какие-то решения принимаются там 29 или 30 числа там в декабре перед Новым годом, когда все уже там нарезали салатики, и никто не следит там, что изменилось. Я говорю, постфактум, в январе, когда все уже там выходят с каникул, мы просыпаемся, оказывается, живем в каком-то новом чудном, дивном мире. То есть, и вот повторюсь, я об этом просто не устану говорить, из-за того, что люди, принимающие решения, принимающие решения там по нормативам, по тарифам, по изменениям законодательства, там что-то еще, не доводят заранее до потребителей вот эти изменения, не объясняют, почему это произошло, как было раньше, как был текущий момент, что будет в будущем. И люди, потребители просто там мешком по голове катили из-за угла, и все начинают быстро скакать и бегать, и писать в соцсетях ради Фаритовича или где-то еще, вот у нас там что-то произошло. Конечно, что-то и произошло, потому что кто-то придумал, что нужно внести какие-то изменения, но этот кто-то никому не объяснил, что эти изменения нужны, важны, и что с ними как бы жить дальше. И поэтому, повторюсь, этот вакуум информационный все равно будет заполняться, пока государства, чиновники не поймут, что нужно для людей доносить грамотно для каждого слоя общества по-своему, то есть кому-то, не знаю, в Тик-Токе объяснять, кому-то там старыми листовками пенсионерам разраздавать. То есть пока вот этого диалога не будет, эра милосердия не наступит сто процентов. Ну, вы как человек, который вот давно наблюдает за этой серой, да, и я так понимаю, что эта проблема ни сегодня, ни вчера возникла. Какие выходы видите? Как сделать так, чтобы вот эти вещи не требовалось через прокуратуру какие-то дополнительные структуры устанавливать? Опять, что нужно для этого сделать? Еще раз, будьте любезны. Как вот, ну, вот как вы видите, как все-таки можно, что нужно предпринять для того, чтобы установить этот контакт между чиновниками и налогоплательщиками? Что нужно сделать? Мы с вами вообще сейчас в философские обсуждения уйдем, и я думаю, мы можем два часа об этом и говорить. Но что нужно сделать? Работать нужно каждому на своем месте и выполнять то, что положено. А уж если мы говорим про налогоплательщиков, я говорю, посмотрите, недавний выпуск Пивоварового редакции, да, который там писал, кто кому должен, там нормально за 50 минут все по полочкам разложено. Пока мы не будем заставлять тех, кому мы платим зарплату за свои налоги работать правильно, так оно и будет. Ну просто вот, если сейчас брать вот здесь сейчас ситуацию, да, какие-то, может быть, есть меры воздействия, которые показали свою эффективность, то есть там на митинги выходить, не знаю, икеты у мэрии устраивать или что-то в этом выйти. Да, смотрите, на самом деле варианты решения проблемы достучаться до органов власти, они действительно разные. Кто-то идет на митинг, кто-то пытается там собирать какие-то совещания, пишет, не знаю, петиции, предлагает изменения в законодательство, ну все эти способы имеют право на существование, да, там все, там, ну все, все могут этим заниматься, да, у кого что получается лучше, там, то и происходит. Но какого-то истинно верного пути, да, ну я не знаю, его, наверное, пока нету, то есть самый, самый нормальный путь, да, это, не знаю, прямая демократия, ходить на выборы, избирать своих депутатов, чтобы они уже задавали вопросы тем, кто принимает решения. А пока вот мы каждый в своем, там, кучке сидим, защитники, там, кошкиного леса, там, у себя защитники стройки возле, там, Зорги Шафиева, сами по себе, то есть каждый, вот, в своей, там, болоте варится, там, ну, болоте, не в плохом смысле этого слова, там, не обижайтесь, вот, ну, пока мы не объединяемся, не пытаемся решать проблемы сообща, так нас и будут измазывать, поскольку, вот я вижу в комментариях какой-то вопрос, не совсем понимают, по-моему, какое-то слово пропущено, может быть, вы поймете, о чем речь идет. Здравствуйте, как быть людям, у которых просто-напросто горячей воды в доме в плане платы за отопление? Не знаю, пусть Рафаэль сформулирует почетче, я не знаю, то есть, как понять? Ну, переформулируйте, пожалуйста. Квитанция 100% будет прописана сумма за отопление. А, вот он допомнил, допомнил, видимо, да? Давай-ка еще раз. Как быть людям, у которых просто-напросто горячей воды? Ну, все равно не понял. Рафаэль, вот есть здесь, ну, я не знаю, видно это в Инстаграме или нет, у нас сейчас эфир идет через Уфа-1 и совместный эфир вот через наш аккаунт общественной организации Уфа-Сити-Ми. Подписывайтесь, посмотрите, задавайте ему вопросы. У нас очень много полезной информации по ЖКХ. 90% стандартных вопросов, у которых возникают у жителей, у потребителей, у нас разжеваны, разложены, и нужно только потратить 2 минуты для того, чтобы понять, как их... Ну, иногда 20 минут, например, ролик посмотреть какой-нибудь в Ютубе или еще что-то. То есть, на самом деле, на все вопросы есть ответы, посмотрите. Если что-то не нашли, обращайтесь, достигнуты нужны. Скажите, кстати, раз вы выступаете с рода такими объясняющими эти вещи людьми, пыталась ли власть как-то с вами взаимодействовать и пользоваться у вас там как рупор может быть или вы полностью на общественном начале, если никто вам не помогает и не хочет? У нас общественная организация, мы существуем на пожертвования граждан. Так как этих пожертвований не хватает, а людям помощь нужна, мы периодически подаем заявки на гранты и иногда получается, иногда нет. То есть, получаем финансирование от Российской Федерации на какие-то проекты, мы их делаем, у нас отличные результаты. То есть, мне лично как руководителю есть чем гордиться. Мы помогаем очень большому количеству людей и финансово помогаем, деньги возвращаем и другими способами. То есть, ну, а так, ну, власть как рупор нас использует, ну, это бесполезно, мне кажется, да, и достаточно сложно, потому что мы же говорим о том, как должно быть и, видимо, не всегда чиновникам хочется доносить до людей информацию, как должно быть. То есть, периодически у нас наши точки зрения не совпадают. И я об этом открыто прямо говорю. Более того, вот, работая в рамках сайта человека, я, наверное, раз шесть, может быть, или восемь собирал различные совещания для того, чтобы что-то улучшить в этой сфере, изменить, предложить какие-то там новации, ну, решить проблему людей. Ну, вот, все, пока не хочу, да, говорить, я немножко чуть позже планирую эту тему осветить, но в двух словах мало что решается, если не сказать больше. Ну, то есть, никому не интересно просто, да, всем нравится, да, что люди ничего не знают, ничего не понимают, ничего не просят, не требуют, платят просто, и все. Всем хорошо, вот Рафаэль, кстати, вопрос подправил, можно сейчас, вроде понять не стало. Как быть людям, у которых нет горячей воды в доме, а в квитанциях будет оплатить написано. Блин, написано, ну, если честно, не понимаю, как в доме нет горячей воды, то есть, она должна быть, Рафаэль, честно, давай вот напиши потом, да, потому что несложно понять этот вопрос, а в квитанциях будет оплатить написано. Ну, если нет воды, соответственно, не платим, да, если она, если написано начисление, но воды не было, ну, довольно странно, я такого не встречал, Ну, надо, скорее всего, новые дома, там, конечно, бывают проблемы с подключением ресурсов, там, получением документов, там, с новостройками тоже, это отдельная тема, еще можно часа четыре разговаривать. Обращайтесь всех, спрашивайте, у нас есть люди, которые вам помогут. Двухэтажный домах и я не отдалять воды нет? Не знаю, как это. Рафаэль, давайте вот отдельно, я по обрывкам фраз не могу пока составить общую картину, напишите нам, позвоните, контакты все у нас есть, приходите, там. Ну, и давайте напоследок еще вот с чем разберемся. Я так понимаю, что эта история, она еще далеко от своего завершения, далека от своего завершения, и хотелось бы понимать, что вы планируете делать в дальнейшем, какие шаги планируете принимать? Конкретно сейчас есть вопросы, про которые я говорил, про, по формированию нормативов и по формированию тарифов. Я эту тему периодически поднимаю и в социальных сетях прошу откликнуться людей, которые готовы нам в этом помочь. Нам кому? Нам общественной организации, потому что это действительно сложные познания для этого нужны, потому что, например, ну, там, тарифное дело, оно состоит там из трех тысяч листов, условно, да, там, бумаги, которые надо прочитать и понять, где там что-то неправильно включили, а что-то правильно, потому что там есть экономические расчеты, есть юридические обоснования. Нормативы тоже, в этом надо разобраться, надо понять, какие формулы они использовали, какие данные в эти формулы вставляли, какие там, условно, среднемесячную, среднюю температуру по отопительной зону использовали, ну, я говорю, то есть там это все отрегулировано, вопрос в том, что правильно и качественно для Госкомитета по тарифам все это включает свои расчеты, поэтому вот конкретно сейчас планируем разбираться в этих нормативах того же самого 2016 года, потому что почему они таким образом будут установлены, непонятно, разъяснений нет. Разберемся, будут у нас люди, которые нам помогут в этом, мы донесем информацию до наших слушателей и всего остального. Дальше там будем начинать с тарифами, то есть, ну, это сложно, а так как мы общественная организация и у нас вот больше вопросов, а почему здесь, а почему здесь, а не готовы люди приходить с чем-то помогать, вот мы так и плюхаемся, то есть то, что сами можем делать, то и делаем, то есть 12 рук, как у Шивы, у нас тоже нет, да, поэтому где-то успеваем, где-то не успеваем. Ну, будем, будем делать все, будем делать все, чтобы нам с вами жилось в наших домах намного лучше. Это вот, это мы делали раньше, делаем сейчас. Я могу только пожелать вам удачи в этом хорошем деле и надеюсь, что у нас все-таки все получится. Держите обязательно в курсе того, что там дальше будет происходить. Немножко удивили, конечно, у меня сегодня те истории, что ждет в следующем году. Не удивляйтесь, не удивляйтесь. Читайте наши соцсети и будете удивляться почаще. Хорошо, большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли, Вадим, спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, не последний раз с вами видимся и следующий повод будет повеселее, чем это. Обязательно. До свидания. Всего доброго. До свидания.